Всем здрасте! Обещанного три года ждут, значит вот и забывают. Я, оказывается, когда-то там на АСКИ обещала примерно на два почти одинаковых вопроса, но один, можно сказать, под вопрос второго вопроса, который был позже, записать видос. Но меня тут недавно попинали, и я таки вспомнила. Так как это у нас вроде как не пустые баночки, то я решила, что никто особо, ну кто будет, это уже ваши проблемы, выпивать не будет, что я тут типа в футболке, но поверху еще в ковке. У нас, конечно, топит, но мне слегка холодно, но мне стабильно то холодно, то жарко в такое время года, когда нас топят. Я себя на телефон зафоткала, чисто чтобы примерно хотя бы помнить, что, о чем, зачем, почему. Но основная суть типа видоса надо было записать про уверенность себе, комплексы, как полюбить себя и про депрессии, дальше, бывают ли они у тебя, то бишь у меня, и как часто, и как борешься. Ну, короче, я сегодня думала полдня, вообще хотела записать при свете дня, но пока собиралась, то все, посмотрела две серии, но яси, в результате поняла, что надо бы как-то уже писать, потому что у меня еще тазик Калины, с прошлой недели в холодильнике торчит, было два тазика остался один, и лучше всего тазик Калины уделать, пока видос монтируется, чтобы видос монтировался, надо его как бы сначала записать. Ну и что ж, я попробую, короче, как-нибудь так, слушайте, когда вот я сегодня на велике ехала по магазинам, у меня мысли в голове были, а сейчас надо как-то подумать, уверенность себе, уверенность себе, как полюбить себя, сейчас подумаем, короче, как полюбить себя и про свои комплексы. Ну, что, у меня, конечно, сейчас у меня комплексов нет, мне на это все пофиг, раньше у меня, благодаря частично моей бабусе, любимой бабусе уже, которая вот скоро будет год, как ее нет, в смысле, в этом мире ее нет, как бы Наташа из США сказала в параллельном мире или как-то так, а у нас теперь. Ну, сейчас мы не обогусь, в общем, она, когда я была мелкая, она мне периодически втирала, что вот у тебя, значит, живот, живота у меня не было. Ну, она стабильно так втирала, 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 что я уже веровала, что у меня прям живот, и как бы, ну, допустим, живот появляется у женщины, если они родили, и кому повезло, кому нет, живот, значит, появился, да, и вот, в принципе, специальными упражнениями его убираешь. И маман моя, чтобы свой живот небольшой, как бы, убрать, и меня попутно приучить к зарядке, занималась со мной гимнастикой по утрам. Ну, в основном по утрам, я сейчас уже, честно, не вспомню, но еще бабуся у меня втирала, что вот у тебя, ну, всем известно, кому неизвестно, повторю, у меня нулевой размер грудей, да, и сисек, можно сказать, нету, практически. Ну, и она мне втирала, что вот у нас там по какой-то линии, то ли бабушке, то ли дедушке, в общем, по какой-то из родственников, предков линии, там, у кого-то в женского пола, естественно, не мужского, тоже был такой вот типа проблема, маленькая грудь. Но, насколько я помню, там, прабабушка, она вроде как родила, воспитала нормально детей, и это ей проблема, я подозреваю, я особо-то не мешала. Но у меня бабуся, она любила прицепиться, она тыркала, вот у тебя вот здесь прыщ. Ну, она, конечно, по-своему, наверное, ничего плохого не хотела, я даже не подозревала, что у ребёнка может развиться какой-то комплекс, но есть такие люди, которые вот пройдут мимо помойку, видят только помойку, пройдут мимо лужу, видят только лужу, только грязь, да, вот, ну, ничего хорошего они видят. И хоть жизнь у неё, в принципе, была, думаю, не особо и плохая, ну, не будем углубляться в ту эту военную тематику, что там всем было тяжело и тому подобное, но если ты хочешь увидеть дерьмо, то ты увидишь дерьмо, а если ты хочешь увидеть что-то хорошее, то увидишь что-то хорошее, вот, она стабильно меня, как бы, не то чтобы гнобила, но эмоционально, вот, она вот, ну, можно сказать, эмоционально гнобила. В общем, до какого-то периода времени я считала, что у меня огромный живот, что если нет небольшая грудь, то это всё проблема века, человек жить не может, ну, и что вот у меня кожа там проблемная была, что у меня волосы жидкие, вот у меня жирные, тонкие волосы, это проблема века, если у вас жирные, тонкие волосы, есть пить не могёте, всё, помирайте сразу. Фигня это, конечно. Ну, и, в принципе, сейчас у меня комплексов нет. Ну, у кого какая фигура, как бы гендерная предрасположенность, у кого что? Можно, конечно, из этого делать комплексы и считать себя, ой, я бедный, несчастный, у меня там это, ну, допустим, у меня там веснушки, всё, вот я писец, веснушка у меня нет. Ну, допустим, просто, к примеру, у меня, ой, у меня жидкие волосы, всё, вот жидкие волосы, мне кажется, что в основном эти комплексы, если их, всё-таки, мне кажется, что-то получаются, появляются, они в основном за счёт других людей, которые вот ребёнка, всё-таки, мне кажется, что это из детства идёт, потому что взрослый человек, он, в принципе, если нормальный взрослый человек, он, как бы, воспринимает себя адекватно и не будет поддаваться такой вот гноблению, что, ой, у тебя вот тут чё-то не так, ой, у тебя там прическа не такая, как у всех, у тебя там глаза не того цвета, да, ну, и в детстве-то можно в ребёнке развить такие комплексы, чтобы показать будет не только сам ребёнок, но и окружающее, всякие разные комплексы. С другой стороны, можно, как бы, взращивать эти самые комплексы, и человек будет считать, что я такой, можете, конечно, быть против, но я считаю, что я такой центр вселенной, у меня там такая вот проблема, я бедный, несчастный, сам себя жалею. Ну, я считаю, когда человек сам себя жалеет, вот, срезмерно, да, вообще себя жалеет, то он, как бы, своего рода считает, что, ну, мнительный человек, да, я знаю, что периодически у меня бывали моменты, что я паранойла, до сих пор иногда бывает, спасибо окружающим, в кавычках, друзьям, в основном из Угрича и близлежащих городов, к ним тоже я потом приду частично в своём видосе, ну, и, короче, сейчас хоть время-то глянуть, в трендычу, время-то у меня основное-то частично ограниченное, потому что потом приходится вставать на кнопочку, снова нажимать, ну, и, как бы, человек, что вот я, вот, вот, я прошёл, там люди улыбаются, да, вот они обязательно надо мной смеются, ну, к примеру, пример, да, вот такой, масло-масло получилось, что вот просто там какой-нибудь комплекс, комплекс неполноценности, ой, надо мной смеётся, и человек думает, что вот над ним смеётся, с одной стороны, он бедный, несчастный, он сам себя жалеет, у него куча комплексов, да, он тараканец и такой, а люди мимо шли вообще-то не рубились, что не так, вообще как-то фиолетово, но я считаю, что это своего рода центр вселенной, есть другая сторона центра вселенной, да, центр вселенной, я центр вселенной, я такой красивый, я офигенный, вы мне все должны, да, кто ты, кто я, да, второй вариант центра вселенной, негативный такой центр вселенной, «Ой, я бедный, несчастный, у меня вечно ничего не получается, ты, да и ты, это, наверное, уже ближе к неуверенности, к себе, в себе, в общем, комплексы порождают, соответственно, неуверенность в себе, как добиться уверенности в себе, да, как избавиться от комплексов». Но это, конечно, в основном дело всё в голове, психологическое, это чисто самовнушение, если, конечно, у вас там у кого-нибудь есть какой-то комплекс, да, вот, может, тоже повезло, бабушка там вдалбливала, вот, чисто, чисто волосы, сиськи и живот, да, сейчас скажу, кто-нибудь скажет, что сиськи на грудь, да, ну, в общем, грудь, живот и волосы, да, вот, у тебя, значит, это, 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 у тебя всё такое плохое, если вы, в принципе, себя не полюбите, конечно, вас никто нафиг не полюбит, кому вы нафиг такой, вы заморочены сдались, а если к какому-нибудь только садомазохисту, мазохисту точно. Мазохисту вы точно подойдете, если дело в уверенности, да, вот комплексы. В принципе, можно, допустим, той же гимнатикой как-то там чуть-чуть улучшить, развить, я понимаю, что если гимнатическая предрасположенность и там какой-то часть вашей тушки, часть вашего тела, не может быть такой, какой, ну, допустим, у вас большая грудь, маленькая она не станет, только если вы похудеете, но все равно она у вас будет приличная. Допустим, по сравнению с моей, я там как бы не качалась, а как бы это упражнение не делала, больше она не станет, не поверите, даже крема какие-то пользовала в свое время, ну, лет в 16, наверное, потому что у нас, в принципе, такая вот тема, у меня у мамы была небольшая грудь, как бы она жила, ее как-то это, ну, физически, жизненной какой-то там проблемы это не составляло, это там, допустим, не астма, что вот при каких-то определенных моментах человек там задыхаться начинает, да, у меня просто была подружка с астмой, ну, в принципе, чисто от таких тем, что вот она там задыхается, она курила, я думаю, что у нее в основном вот это по скриптумам было, как бы одно с другим не сочетается, но все-таки, в общем, допустим, если бы она бросила курить, то, я думаю, у нее бы, возможно, и астма бы прошла, хотя я не врач в этом плане, не знаю, в общем, комплексы, ну, как с ними бороться, ну, можно, я думаю, чисто вот самовнушение какое-нибудь там, это, вы можете написать там на листочке плюсы свои и минусы, обычно это советуется, когда вы с человеком расстались, а его, чтобы понять там это, что-то взвесить, ну, с другой стороны, вы же не будете встречаться с плохим человеком, ну, он может быть оказаться плохим уже впоследствии, да, кот у меня орет, хотя у него мясо, кашка, молоко и еще какая-то еда, ну, мы все равно выпендриваемся, я говорю, типа есть ходим, так, это я на тот случай, если кота слышно в камеру, что у нас там было по курсу дальше, так, в общем, про комплексы я вроде как сказала, не, я, возможно, сильно так сумбурно, если там что-то опять не договорю, вы мне в комменты напишите, я постараюсь это как-то более развить, в общем, про уверенность себе, ну, плавно перейти к вам про уверенность себе, как полюбить себя, да, как полюбить себя, ну, сам себя не полюбишь, никто не полюбит, как я уже говорила, ну, если вам, конечно, ближе, ну, полюбить себя, конечно, сложно, да, скажем так, возьму вот такой момент, полюбить себя сложно, намного легче себя жалеть, если вам удобнее себя жалеть, и быть центром вселенной, негативным центром вселенной, то флаг круги там уже никто не сделает, я считаю, что это, в принципе, было бы желание, не попробуешь, не узнаешь, как часто в аниме говорят, как говорят японцы, да, как говорят они в аниме, в марафонцах, так говорятся в аниме, Правда, я сейчас смотрю Единую Ящу. В общем, не попробую, а уж не узнаешь. И, ну, можно, конечно, ходить на приём к психологу. Меня после аварии, значит, отправили к психологу на приём. То ли психолог такой интересный был, то ли я что-то не догнала. Ну, если кто не знает, то завтра у меня, 8 сентября 2017 года, 18 лет, как у меня умерла мама, ну и, соответственно, я такая 16-летняя девочка, меня отправили знать к психологу, и она мне говорит, напиши письмо своей маме и отправь его, куда она умерла. Я как бы осознаю, что она умерла, а человек, видимо, думал, что она охренеть, как у психолога. В общем, если вам попадётся хороший психолог, то, конечно, с вами поработают, и у вас эти ваши комплексы уйдут на задний план, вам будут фиолетово, вы в себя поверите и вы себя полюбите. Со мной я даже не знаю, как это было, ну, скажем так, что у меня там дальше по курсу перетекающее. Угу, комплексы, полюбить себя, умеренность, уверенность в себе, депрессии. Про депрессию, да, ну, конечно, человека с комплексами, его, кстати, хорошо использовать в своих целях, ну, там, если у вас есть такие друзья, у меня были такие друзья. В общем, депрессию. У меня был один-единственный раз депрессия, после того, как я попала в аварию, у меня погибла мама, и я, в принципе, знала, что она уже не, её нет, ну, два месяца мне как бы не говорили, но, в принципе, я знала. С одной стороны, знаешь, с другой стороны, мне как бы все говорят, не, не, она там в коме, ты чё, всё ништяк, она в коме. Сказали бы сразу, было бы меньше проблем. Ну, и, в принципе, я считаю, что это нормальная реакция организма, если вам, допустим, 15,5 лет, у вас погиб один из самых близких людей вам, да, ну, в смысле, у ребёнка, да, вот, я считаю, что это нормальная реакция организма, то есть, не знаю, как бы по-другому там вот что-то, как бы оно среагировало, куда, чего. Ну, депрессия, депрессия, как с ней бороться? Советуют, конечно, врачи лопать кучу таблеток. Люди, если у вас вдруг депрессия появилась, да, вообще, кто-то там из мудрецов или даже мой любимый препод Азов говорил, что депрессия возникает только у тех людей, у кого есть мозги. Если вы не особо, не особо, если человек не особо одарён мозгами, то у него не депрессия, а меланхолия. В общем, если у вас депрессия, и вам, вы, ну, как, лечение таблетками, да, можно в том случае, если вы верите в химию, вот верите в химию, вот эта таблеточка, если я её буду есть там 3 раза в день или 1 раз в сутки, через месяц я буду уже без депрессии. У лекарств есть такое свойство, что вы к ним привыкаете. Два варианта. Вы к ним привыкаете, они на вас ни хрена не действуют. Сколько не сожрите. Второй вариант. Вы к ним привыкаете, и вот если вы её не съели, то вам хуже. Если вы её съели, то вам хорошо. Ну, я не знаю, как объяснить, ну, чисто почитайте про наркоманов, если что. Если вдруг я невнятно объясняю. Хотя, ну, и что, и второй вариант. Таблетки когда можно есть? Если у вас проломлен череп, если у вас вывихнула шея, если у вас сломана рука, и ещё упало зрение с минус 6,5 до минус 20, тогда, пожалуйста, да, вам нужно кушать таблеточки, лекарств, чтобы вот это побыстрее заросло, то справилась, тут тоже заросло, и зрение, возможно, как-то вышло на уровень. Вот на уровень по поводу зрения, это отсыл моему последнему как раз видео и пустым банком. Как раз про ЭТАМ, ЭПАМ, я его всё время путаю, тысячный. Депрессия, ну, короче, когда вы закомплиционны, на вас хорошо можно повлиять, вы там вообще можете таким, этот, марионеткой стать чей-нибудь, если вы не уверены в себе при этом. Комплексы и неуверенности, они, в принципе, ходят рядом. Депрессия. В общем, ну да, я сначала лопала, конечно, таблеточки, что-то там по 15-3 раза в день, чтобы одно заросло, там другое и тому подобное. Эти обмороки поменьше стали. Первые три года, конечно, у меня, вот после аварии у меня была депрессия. Где-то к концу, к середине 2002-го она уже, вот, закончилась, вот, прошла, но в этот период я очень много друзей заимела, ребятки, слушайте. Если вы в депрессии, у вас появится столько друзей, офигеть, вот, чисто по себе сужу. Вами можно будет управлять, ну, не в том плане, что физически, да, ну, вот, если кому-то что-то надо, а вы это можете, то почему бы и нет. Когда вас будут попускать? По крайней мере, когда меня, вот, уже подпускала эта самая депрессия, когда я понимала, что такое, зачем, почему и что, как бы, мои друзья не совсем и друзья вроде, когда у меня проблема, то от них вообще ничего не дождёшься. и что мои друзья, допустим, обсуждали жизнь, допустим, моей близкой родни, или жизнь моей мамы, да, не зная при этом, нереально ничего, да, вот так вот. И у меня с того времени, в принципе, вот с 99-го конца по 2002-й, конец, середину, у меня из друзей, вот реально друзей, осталась только одна Алёнка, она же Елена Снегирёва, она же канал СООБ СНИК. В общем, ну, типа, интересно, welcome to hell, проходите, подписывайтесь, да, как бы, реклама. Очень много было друзей того периода. Причём, когда я, как бы, ну, допустим, плечики расплавляются, да, вот эта уверенность возвращается, сам себя воспринимаешь адекватно, нормально, понимаешь, что люди не идеальны, что понятие о красоте растяжимое и тому подобное, и у каждого оно своё, как бы. И начиная что-то хотеть именно для себя, а не быть марионеткой чей-то, я столько дерьма выслушала от своих типа друзей. Ну, благо, я от них избавилась. В общем, как бороться с депрессией? В какой-то момент, ну, первый год, да, я ела очень много таблеток, наверное, в том числе и депрессии, я не помню, за давностью лет. Я тогда училась в 10-м классе, мне предложили, ну, у меня было надобное обрелование, обучение, да, в день по уроку, выходные, по-моему, были безуроковые, в день по уроку, и меня хотели вообще отставить на второй год, и я хотела, как бы, с какой радости меня на второй год, в общем, когда люди летом отдыхали, я первую половину лета сдавала экзамены, все те предметы, которые, вот, допустим, пропустила. Я считаю, что лучше всего, как говорит наш японист, лучше всего самооценку поднимать работа, вот действительно, какое-то занятие, какое-то хобби, конечно, можно сказать, что вот, человек упал в депрессию, его уже не радует то, что радовало, да, у меня такая фигня была, я в курсе, что-то такое. И когда кто-то там особо умный, в кавычках, говорит, что у меня там, ну, про себя что-то, у меня депрессия, и там нет бедной несчастной, вы ничего не понимаете, я считаю, что это уже чисто к темному центру вселенной, типа, я такой бедной несчастной, я себя жалею. Потому что, как я уже говорила раньше, если у вас есть магнит, то да, вот, если есть причина для депрессии, то у вас действительно она, возможно, вот. Я спасла творчество, у меня писала там кучу всяких этих, типа, книг своих, наверное, это можно назвать книгами, да, в общем, Энни, еще чего-то такое, я кучу музыки наваяла, рисовала до хрена и много, даже помню, что могла за полчаса, по несколько, за 2-3 часа несколько работ сделать, за полчаса могла там портрет какой-то нарисовать, если у меня обычно на это уходило где-то 3-4 часа, ну, какой-то, вот, чисто мне это ухмено в творчество. В учебу, какое-то изучение языков, еще что-то такое, мне кажется, что надо как-то занимать себя, ну, конечно, да, вот это, я спала по 12 часов, или, там, два варианта, насколько мне известно, или спишь, или не спишь, и так же, или ешь дофига, или не ешь, причем, по-моему, я все-таки дофига ела, я и так-то много ела, и дрыхла, и, конечно, лучший вариант ничего не делать, сидеть себя жалеть и думать, какие все вокруг урода меня не понимают, я такой бедный несчастный, это легче всего. Второй вариант, конечно, сложнее, если что-то делать через силу, как говорится, слово не могу, есть слово не хочу, фраза, да, действительно, вот, если человек не хочет, не может, это, допустим, человек, у которого нет ног, он не может ходить, да, но если ему приделать эти искусственные ноги, и он приложит кучу усилий, то он сможет ходить. В общем, я как-то вот так к этому отношусь, придерживаюсь, что я там еще много говорю, то у меня еще время-то есть, трендычу и трендычу. В общем, видимо, я ответила на вопрос, бывают ли у тебя они, как часто, бывало один раз, хотя после смерти бабушки у меня чуть-чуть считалось, что мне надо лопать глицин, потому что я, наверное, буду в депрессии, я просто была в такой дикой усталости, что первые полгода я периодически почти постоянно болела то этим гриппом, то у меня там насморк, то у меня там кашель, то еще какая-нибудь хренатень из всех этих типа простуд. Так, как борешься? Думаю, ну я вроде как это. Главное, вопрос был такой с двумя смайлами, как борешься. Видео, как полюбить себя, и про свои комплексы тоже два смайла. В одном видео чтоб было. Может, тут все в одном видео и есть. Блин, все-таки кашель. Проверь на себе, как полюбить себя и про депрессию. Блин, размырчато такое тело, я подозреваю, что, наверное, нифига не ответила на все это, чтобы было понятно, как полюбить себя. Ну, здесь вариант, что вот самовлюбленность, влюбленность, да, и как-то умеренная такая влюбленность в себя. Если вы поймете, что, допустим, ну, как полюбить себя, если вы один, вам никто нифига не помогает, потому что, допустим, получилось так, что вот погибла моя мама, она попутно была к дочери моей бабушки, и вообще вот эта вся приседжающая родня, и они как бы реагировали, они не знали, как реагировать на это, да, и они реагировали в силу своих возможностей, и это было как бы, ну, на мне это сильно отражалось, потому что они реагировали, как могли. Если бы они реагировали как-то иначе, возможно, у меня бы эта депрессия как-то, может быть, ее бы даже и не было, скажем так. Или же она бы довольно быстро прошла. Ну и что вот, в общем, вообще многое зависит от вашего близкого окружения, так же вот, как эти комплексы, там, в детстве, вдалбливают, от стереотипов. У меня вот до сих пор, по-моему, считается, что скажут, бабушка вот все время говорила, что скажут люди, вот людям нормально, вообще людям пофигу, что там у тебя. Что скажут люди, что скажут люди, что скажут люди. Особенно там, какие-нибудь, которые докладывали что-нибудь обо мне, кучу сплетен, там, как глухой телефончик, один сказал, другой не услышал, добавил. И она, конечно, мне вот это все втирала. Ну, если вы понимаете, что вот, кроме вас самих, вам никто не поможет, вокруг не совсем доброжелательные отношения, даже, в принципе, она, наверное, считала, думала, что она ко мне нормально относилась, она, со своей точки зрения, она думала, что она ко мне нормально относится, и хотела, допустим, мне вот там, типа желала добра, да, желала добра. но получалась как бы наоборот, не всегда получается так, как мы хотим, на деле. И я думаю, что если вы осознаете, что вы один, одна, да, и что если, если вы не приложите каких-то усилий, если вы не попытаетесь что-то изменить в своей жизни, то, конечно, у вас так это все и продолжится, это плохое настроение, я бедно-несчастный, у меня кожа не такая, фигура не такая, и тому подобное, и можете в себе в голове еще какой-нибудь идеал недостижимый вырисовать, чтобы уж совсем сверх дофига было в идеале, в абсолюте в таком, что вот я такой недостижимый, не куча комплексов, и я ничего не могу делать, мне очень часто попадалось там куча людей с кучей комплексов разных, те или другие. Видео оказалось слегка меньше, чем я думала, чем я планировала, и все-таки у меня такое ощущение, что я чего-то дозабыла сказать, ну, если я однажды потом вспомню, или вы решите, что я что-то не договорила, или не донесла до вас, напишите мне камен, попинаете меня, если я опять забуду, ну, и я постараюсь записать видос, я помню, что там еще какие-то болтологические видосы тоже собиралась делать, про вежливость и чего-то еще, но меня это все записано, я про это все периодически помню, ну, и, да, пусть у вас никогда не было депрессии, максимум меланхолия какая-нибудь осенняя, чтобы можно было сделать тепленький, вкусненький чайчик, включить какой-нибудь видосик, ну, и это, и чтобы оно все прошло, вообще советуется, что когда депрессия, или намек на нее, смотреть только то, что не вызывает слез, только то, что вот никак не ассоциируется, избегать тем, которые напрямую или косвенно связаны с тем, что вызвало депрессию, еще что-то такое, читать книжки веселые, смотреть мультики веселые, и все же это делать как-то через силу. Так, на этом я, наверное, с вами прощаюсь, надеюсь, я все-таки удовлетворила ваше любопытство и желание узреть видос болтологического характера, и спасибо за просмотр, и пока! Пока!